Распространённость заболевания парадонтит составляет в России почти 87%. Поэтому почти каждый пациент, который обращается в нашу клинику, для него эта проблема является актуальной. Откуда берётся это заболевание? В полстирта есть места трудоёмки для очищения зубного налёта. Со временем он там скапливается, и если мы своевременно не обращаемся к гигиенисту, то этот налёт за счёт минералов, которые содержатся в слюне, превращается в более твёрдое отложение, которое называется зубной камень. Сначала пациент должен обратиться к гигиенисту для выдаления надлесневых зубных отложений, потом к парадонтологу для завершающей обработки на аппарате Вектор. За счёт этого обработка не только безболезненна, но и уменьшает чувствительный зубок после обработки за счёт того, что корень становится полированный, насыщен кальцием. Заболевание парадонтит – это хроническое заболевание, поэтому однократной обработки недостаточно. Парадонтологическое лечение необходимо проводить каждые полгода. Обработка карманов является атравматичной за счёт того, что конюли не повреждают окружающие ткани, плюс жидкость, которая поступает из аппарата, она насыщена кристаллами кальция. Заболевание парадонтит нельзя вылечить, но его можно остановить своевременным обращением к врачу-парадонтологу. Если этого не делать, то ткани, которые окружают зуб, в том числе костная ткань, рассасываются из-за токсинов, которые содержатся в зубном камне, и зубы начинают расшатываться и выпадать. Субтитры создавал DimaTorzok